и всем привет дорогие друзья с вами сегодня как обычно я вуди сегодня без никого раз никто не хочет писать обзор ни у кого нет времени я решил что запишу один посмотрим как это выйдет надеюсь это будет не слишком скучно и постараюсь естественно внести в него максимум полезной информации так скажем в общем-то карта ловит аркан рокет в аркад номер 215 как мы видим тайм-ресета здесь нету зачем он есть но обратно у нас не пустит на старых картах мы уже не раз подчеркивали что делали патч текстуру которая обратно не пускает дает нам 5 ракет играю выпутри давать сделаем дают дают 5 ракет и в принципе вся карта проходится естественно стрейфом но для пущей эффективности ты скажем нужно использовать именно вот эту пятерочку использовать можно где угодно как угодно принципе порол там даже не скажу что то не подскажу как и что можно использовать но вот эта вот вся карта изначально понятно что нужно использовать со старта так как нам даже тут стены дают нужно использовать со старта одну точно дальше мы допустим можем просто по стрейфить как вы видите здесь у нас резкий поворот значит что значит опять юзам вторую ракету то есть на поворот чтобы лучше повернуть здесь очень коварный поворот на самом деле кто-то я думаю точно стрелял в эту стену потом в эту стену и на финише оставался без ракет тут сложность еще самой карты в том что всего 5 ракет и нужно как бы устраивать своему мозгу калькулейтов и просчитывать где лучше выстрелить в общем то здесь по уму все пролетает со стрейфом единственное вот стреляем вот в эту ракету нужно здесь в эту стену потому что здесь очень резкий поворот и либо вот в туда либо вот в ту левую стену это у нас получается остается одна ракета по моему и одну ракету мы как раз используем на финише на повороте целом ну карта на самом деле не такая чтобы тут прямо много-много роутов было тут очень важен хороший стрейф контроль не не мне мне настроена поймите правильно именно контроль стрейфа чтобы на каких-то на важных поворотах не сбрасывать скорость а немножко даже в клуб набирать ну и в кутри потом подсыпаем я считаю что вроде как все давайте в кутри перейдем в кутри эту карту я тоже играл и да если кто уже заметил player name forever alone потому что никто со мной писать не хочет ну и пошли собственно в жопу я сам запишу ну обязательно фидбэк оставляйте если что я может быть буду практиковать почаще чтобы обзоры так не задерживались если вам понравится когда я буду один в общем то очевидно что внутри также мы используем ракету здесь немножко другая ситуация здесь долететь немножечко сложнее и здесь вся карта про ground frame и про ground jump и кто как называет принципе кто играл я думаю это понял тут очень важно очень хорошо поворачивать и естественно тоже точно также хорошо выстреливается ракеты ракетами здесь принцип точно такой же на важных каких-то поворотах на важных каких-то углах нужно использовать ракету остается можно допустим как было придется сюда перенаправить себя направо до сразу по траектории как нам нужно и собственно здесь у нас карта разноцветные туманы ничего особенного и кстати интересно что такие вот баги происходят даст туманом на самом деле я хочу сделать карту в тумане он так немножко поговорю хочу сделать карту в тумане прямо но не знаю как вот от этого избавиться если делать но дроу у этой поверхности скорее всего весь туман пропадет не знаю на самом деле еще не пустил в общем то вот такая карта не особо сложная если играть на среднем уровне так скажем и очень запарная очень бесячая если пытаться играть на высоком уровне если пытаться играть на мировой рек собственно я думаю что можем перейти к дэмкам и давайте о дэмке и поговорим начнем как обычно с выку 3 блоки с 39 5 из харькова очень классный чувак жена по ему есть у него смотрит стримы на телеке все хорошо он фиг зерга либо москаля использовал одну ракету на старте по стрейфу тут естественно не особо что то есть хотя у перед переводится в целом неплохо я вам так скажу вот он как мы видим сейвит три ракеты прямо до последнего возможно вот здесь будет использование да и в эту стену для траектории да все правильно но из-за того что он возможно был пьяный он немножко врезался но если что блоки с виза бит просто и положите вот и остался совсем без ракеты и до финиш еще даже не сразу дошел очень как-то странно ну он редко на самом деле играет больше стримы смотрит так что я думаю мы упростили скалин из украины на 1 и 3 перебил black is a тут у нас прижал туда скрыть будет что не что он ракеты а встал перед раком не не буду брать и побежал какие решил стрейфом чисто пройти при за оригинальности не дам и кстати да если кому интересно я поговорил с носовым по поводу приза за оригинальность и данная возможность у нас скором возможном времени появится прямо в таблице будет отмечаться демка который выдана при которой выдан приз за оригинальность и в профиле у вас также будет помечаться количество данных призов все они будут одинаковы ну и внешне но мы пока особо так много не думали я просто спросил возможно ли это он сказал возможно я говорю давай сделаем сказал давай все геймрок на 5 секунд перебил по скайли но ничего говорить не буду потому что это некрасиво будем наказывать приз за анти оригинальность так выставляют угол чтобы попасть еще прыжком на на старте это очень очень интересно такой калькуле и туда небольшой кстати правильную стену использовал потому что там очень длинный пролет и нужно использовать там ракету чтобы быстрее его пролететь здесь также все верно с трейфом но он возможно кстати у меня рот просто посмотрел сделал его помедленнее здесь тоже без трейфа точнее без ракет и вот да по для траектории единственная ракета он использовал в отличие от 2 киса нигде не зацепился ну и собственно да молодец youtube на 300 перевел и мрока я играл в обе физики я вроде бы это говорил да и карта на самом деле в какой момент она стала очень противной и и даже не хотелось играть по неплохие ракеты от youtube очень даже неплохо я бы даже сказал очень даже неплохой стрейф здесь еще ракетка и 2 на финише да вот 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 этот момент в основном и порешал я думаю ой не там использовал ну вот видимо так было ему удобнее всего в конце еще потерял очень много скорости но тем не менее перебил гиброка на 300 все очень даже неплохо лунтик ровно на секунду перебил youtube скорее всего он эту секунду отжал где-нибудь на финише я почему-то более чем уверен в этом хотя вот старт уже получше будет ли стрелять нет не стал стрелять в пусть он будет скорее всего здесь использовать ракету да так и есть и все ракеты на этих поворотах но на самом деле вот тут нужно тоже внутри очень хорошо смотреть потому что некоторые повороты проще не отстрелиться ракетой и дать себе сразу 560 допустим и нам 600 да неважно даже если там но чуть больше 600 не критично причем дать ракету такую слабенькую на поворот лучше просто с трейфом повернуть и набрать ту же самую скорость в полтора прыжка это по сути не критично и у вас к тому же остается одна ракета которая вам пригодится в дальнейшем его вы с помощью ее вы сможете реализовать гораздо больше тайма плюсом поэтому здесь тоже в нот именно в ку-3 тут гораздо больше калькуле этот на мой взгляд и было очень сложно у него не то чтобы очень сложно было неудобно искать роут потому что постоянно тестить дорожки постоянно страдает реализация и так далее ну давайте посмотрим зеча перебил лунтика на 500 лунтика кстати очень даже неплохие ракеты он на данный момент вроде бы как вы ногти но ничего страшного так зеча вай старайся лучше давай ну кстати не очень даже неплохие ракеты зачем-то здесь под себя дал хотел мог бы и так просто пролететь там по моему по спейсингу все сходилось и последнюю ракету скорее всего будет использовать на финише так и получается да но она ему к сожалению ничего не дала там буквально 80 тем не менее прошел более так скажем меньше скорости потерял везде и за счет этого перевел лунтика роут абсолютно какой-то неправильный ну ребят ну давайте быть откровенными да я стримлю я роут и показываю можно то же самое сделать просто медленнее это очевидно что типа у меня эффективнее будет роутом чему youtube примерно понятно что все вот оффлайн дамки я вижу но я также знаю что большинство из присутствующих играют у нас точнее смотрят стримы и как бы да может быть хочется найти что-то свое я не против но он плюс 200 сделал хулиган от ирландии давайте посмотрим за ним хотят что хулиган от тебя лучшего ожидал на самом деле так что давай-ка старайся лучше брат неплохой стрейф кстати да вот 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 про что я и говорил просто чем тратить кит но дурки одну стать и конечно еще можно использовать чтобы было получше а тогда в принципе вот максимальная реализация по идее все маленькие поворотики пробежал стрейфом потому что так лучше и вот и в конце конечно он запоролся на наконец оставил самую важную на самую важную часть и ракеты их использовал но реализация хромает в целом очень до вот этого очень классный ролл целом реализация хромает но ролл хорош 32 на полторы секунды перебил пуз он же архомет уже рис уже бак штанг тут еще такие вот тут до атаки точно такой же роут у нас да 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 вот он возможно на стриме и подсмотрел а вот реализация гораздо лучше везде скорости побольше траектории более прямые и собственно сразу мы видим отрыв в полторы секунды андет альмира россия чечня на 400 перебил и пузо музыки ким из нгодов андет фарелла андет молодцы так очень хорошая на старте ракета использовала ракету для поворота в принципе нормально но на самом деле как я выяснил попали не очень эффективно там не использует но и такая ну нормально нормально я прям не буду по себе сильно судить ну что я не попадем ну вот здесь мы имя траектории так поворот еще был и вот в конце вот тоже вы вот смотрите в конце видели такая ракета была то есть не то что какая а как она была сделана именно в конце там буквально за пол прыжка до финиша она выстрела ракету но как бы от нее эффективности по идее мало тем более у тебя roll такой что ты стреляешь ракетой типа прямо в финиш себя направляешь тебе по траектории ничего грубо говоря подправлять на ну ты там может об стену потеряешь 50 упсов это не очень критично и в общем-то в последней ракете я смысла особо нету если она и эту ракету я ты использовал допустим на каком-то важном другом повороте где больше можно было сохранять скорость от этой ракеты тогда возможно перебил бы и сашанского таксажда америкоса пашцы темпа я подозреваю что это сексе но и не за посмотрим плюс 600 сделал от размер давайте глянем лакер сервер но это не за я скорее я подозреваю что это сексе да вот отличная ракета примерно мой роут кстати очень хорошо поставлены стрейф очень хорошее движение видно что как будто бы сынца маленькая либо аксель хороший стоит чей и маленькая сынца и аксель хорошие вот 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 про что я и говорил то есть он потерял там буквально всего ничего и еще ракету заюзал где-то вот на 1 либо на 2 там перед финишной части до карты и в итоге плюс 600 в целом конечно было все побыстрее но суть основную сыграл ru и монстрик 29 и 2 на 56 перебил ну на 50 перебил пуш за темпо я напевать не буду а то забанят всем прекрасно помним из какой песни очень хорошая ракета почти на 902 стрейфил здесь у нас все стрельком стрельком 4 ракеты оставил неплохо а где будет использовать скорее всего подозреваю здесь будет 2 возможно использовать ну что здесь вообще все на финише а две напрямую так отлично надо было гранд фреймить там и вот хотя бы сейчас там больше чем на пол прыжка да можно сказать что эффективно использовал но все равно это достаточно сомнительно я не помню у себя там как рот но типа использовать ну всем известно да я думаю что использовать прямо там буст перед прям пред финишем какой-то ракету перед финишем гибать пуст бустая с плазмы имеем это не не самый эффективный способ океан x перевел на 600 истоклиятти неплохая ракета по траектории сразу себя направлял сюда да и ходил моим либо своим такой же таким же как у меня роутом не буду уж говорить за всех что те украли но очень уж похоже без ракеты здесь я там по моему использовал и даутом 2 на финиш оставлял и да вот достаточно хороший уже ролл поставлен кет 27 6 перебил кенекса на 50 вот на немножко водички ротик паркинсона ну в страйк у него конечно поставлен очень хорошо тут поспоришь равных ему тут мало ну блин сын с бы ему поменьшим вы какие реки наверно стал вот использовал на двероке о да ладно неплохо плюс 600 от меня я чисто на финише проснулся немножко да а это у меня оффлайн что ли там но тем менее 600 от моих там 27 сколько там 600 до возможно бриган просто сделал то же самое но реализовал лучше давайте посмотри нет я хендер твуде второе место от 7 520 я вообще даже стены не использовал да я скорее всего здесь очень много потерял двери финиша целял сюда вот одну дайвер и на финиш на поворотку гугу дага скорее всего нужно было делать как кет абрегант скорее себя сел silhouette как кет как раз что давайте посмотрим интересно он поздравляем тебя в любом случае брэду первое место фонтов был поменьше я по тебя поздравил более краснаричиво но обойдешься так тут у нас плюс 16 я может быть даже просто получше сделаю а это у меня 27 690 да 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 это кита роут и и в конце он совсем без ракет остался можно было получше на самом деле так себе так себе ну на самом деле то есть у кита с по моему самый эффективный роут сделать как он можно вытащить я думаю гораздо больше высосать из этой карты ну что приходится п акси нас 6 у нас лично цена блоки с 24 6 более динамичная физика на старте уже две ракеты использовал неплохо повернул в основном обе только работают молодец неплохо три ракетки у нас куда это он перед второй стеной уже я замечаю теряет скорость перед выстрелом чем очень много теряю ну неплохо неплохо цпм очень даже неплохо единственная вы посоветовал потренироваться тогда отстрелами от ракет стрельф это конечно нажимное но как стрелять ракетами нужно именно прочувствовать и понимать все неплохо и ту 19 8 с большим отрывом в 5 секунд перебивают было киса давайте посмотрим так более четкие ракеты на старте потерял скорее всего нарочно на перед поворотом чтобы повернуть здесь также подрезал свою скорость чтобы не врезаться и очень много скорости себе дал и в принципе эту всю скорость сохраняет за счет этого такой огромный плюс больше скорости на более дальней и более длинной дистанции и за ним занимает даже уточню 23 место 24 демки на сцп на 500 перевод в ирландии ирландия мобилёк так молодец красава давай мобилёк 900 на старте все неплохо очень плавненько даже поворачивает кстати это приятно смотреть немножко там подсбросил и опять подсбросил на повороте и опять снова подсбросил на повороте но это такие мелочевка но тем менее я думаю если он это посмотрит и будет интересно знать я потерял да ну неплохо неплохо очень много именно стабильно проходил по скорости понемножку там по 10 упсов теряла мог бы приобрести и в сумме там плюс 50 упсов а это соточка так условно говоря скажем так что и а то и 2 евген его и где нам впереди вот евген из пензы не отдал ему это место так неплохо тоже максимальный труд на стрейке я так понимаю что но плод у него 1100 там где было ой здесь ракета гораздо лучше тоже еще чем в ирландии а и такие две ракеты еще на финишество я не замечал у них там поди тоже с лишнего остатки ну да то есть вот был выбор не спамить в тупую до потом сбрасывать всю скорость этих именно ребят и у ютубом а хотя вы тут он все использовалось в этих ребят именно была цель пройти чисто на что я всегда обращаю внимание что лучше всегда пройти чисто чем куда-то торопиться и пройти криво косо и вот эти ребята как раз таки даже пусть не использовали весь потенциал карты оставалось там по несколько ракет запасе но они прошли чистые они большие-большие молодцы если бы у меня был приз за молодцовство я бы им выдал плюс 600 сделал батя уже не о эдик использовал скорее всего просто побольше ракет 500 тысяч на старте поворачивать неплохо тоже тысячи стоит здесь но поменьше кстати говоря чему ведущего своего оппонента да здесь ракету на одну больше заюзал там же две слова значит скорее уже запугалась ну очевидно что побыстрее и поплавнее и больше после ракет сохранял скорость может быть не очевидно я все равно в любом случае проговорил дим рак плюс 400 мать и батя предлагаю сменить ник на создатель отец так вот он использовал дополнительную ракету здесь конечно потерял и чек грубо говоря такой же как у остальных но использовал другой стены еще дополнительно использовал у него 1600 года но за счет того что на некоторой дистанции было скорости больше он и вырвался вперед один люби сайберия сибири има интересно 18 сотку от геймрока давайте посмотрим я тебя знаю или кто это им это же недавно плать нет поворачивать неплохо тоже использовал там же ракету и сохранил кстати говоря побольше скорости но чек уже на 300 тем не менее в конце он сохранил больше скорости за счет этого и вырулил одна ракета еще лишь не осталось и последнюю ракету не очень а к себе кинул собственно вот да но каким-то чудом перебил несмотря на большое отставание по первому чеку это в конце вырвался 17 9 монстрик на соточку перебил дима точно такие же ракеты по их местоположению потерял гораздо здесь больше скорости но за счет той ракеты может сейчас вырубнет все равно все все пропало но за счет кого-то видимо за счет чего-то он выиграл все таки эту сотку но на самом деле хоть и использовался ракеты но использовались они не самый эффективным образом суслик так чё у нас сусик на соточку перебил монстрика хай первая ракета он фиг зерга сочувствую более плавненько поворачивался сохранял ракеты отстреливался от той же стены еще 2 под себя но потерял грубо говоря все преимущество и сохранил к наконец принципе сохранил неплохо плюс сотку свою заработал ну неплохо неплохо ну говорить уже не будем до что надо вот тренируемся мало опыта поэтому будем судить из того что есть и говорить коррективы из того что есть это наверно более познавать деку 17 7 еще на соточку очень маленький у нас отрывы всего тела по сотке дошли мы до среднего скилла использовал две ракеты на старте сейчас посмотрим второй чек 1500 ну так же как у всех 1 и 5 но в конце скорее всего повернул просто хорошо да нет окей еще тут может быть чеки криво расставлены поэтому так кажется что по чекам не совсем понятно но ну старт очень медленно очень много потерял поэтому минус себе деку хватит бухать лунтик перебил деку на 200 лунтик красава неплохо под себя шками еще и сделал меньше половины мест да это тоже очень хорошо для ранга так скажем такого так что да очень даже неплохо так 17 5 по сотку еще сотка 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 все по сотке все по сотке разделяются интересная ситуация 1000 ровно 2 ракеты использовал 3 использовал на повороте повернул кстати говоря нормально вот минус секу мы видим на 500 лучше чем на остальных чек и две ракеты использовал практически в одном месте что как бы не есть плохо но в конце он не очень хорошо повернул за этого все растерял 17 5 было 17 4 хулиган и счет соточка в этом даже я это я я вам злорь так более четко видимых хулиган поворачивает использовал ракету на повороте не самый важный поворот на самом деле хотя там нужно использовать ракету но на таких скоростях самом деле эффективнее было просто повернуть и вот за счет того что последний финальный финальный поворот и было бы они более такие четкие очень намного больше скорости он сохранил за счет этого и перебил молодец 26 а рус он же да вот все к все к разницы у нас он же фейк отдел 1100 почти с первой ракеты неплохо поворот 1400 очень даже хорошо здесь тоже потерял кстати много скорости но тем не менее чек достаточно хороший еще одна ракета остается на финише вот себяшка какая под себяшка красава красава очень очень много скорости сохранил очень много приобрел и заслуженно перебил нас и целую секунду оторвался от хулигана а ва детство реально очень хорошо так 16 5 16 1 смотрим сити хабиб из румынии и оси т.д. он тайну носи очень хорошие ракеты очень много на повороте здесь сохраняет и тысяча четыреста и 1800 до финиша ай в конце так много потерял в конце 30 вот он в конце потерял знаете сколько я вам скажу примерно наверное около секунды потому что он мог повернуть на первом повороте но ключевые в конце два поворота змейка вот это идет да мог вот здесь заскимить и вот здесь заскимить потом и в итоге было бы у него 15 ну блин это это очень круто было на самом деле мне понравилось сделано все неплохо ну сиди молодец 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 так шарлон танк из франции на 200 перебил сити хабиба ну грубо говоря такой же роут он 200 я не думаю что сильно прямо отличаться будут роботы гб не самый хороший но для траектории зашел нормально тут 1600 всего и вот он там повернул более качественно и сотку две точнее отжал хотя старт кругу я был похуже но молодец в конце справился так 16 один весит за него хоть там весит молодец заранее хвалю но если сейчас увижу какую-то какашку заберу слова обратно так 1400 на повороте здесь 1300 но и как потерял 1400 на повороте 1800 и финальный поворот заскимил немножко да нет даже не заскимил а мог бы мог бы если бы ручки не дрожали более плавно бы повернул более вы скорости сохранил но в целом неплохо неплохо молодец так на 18 у нас там следующий кипиш из челябинска всего ничего на 2 на 20 перебил все на 30 4 фреймов войну кипиш на свиньи модель как на динозавре играешь прям без звуков играет там сидит вы мучайся неплохо без гб но достаточно хорошо все тут проскагиваю еще на финише очень хорошо завернул неплохо неплохо за счет того что не было гб он как бы у него было меньше по сути чем у эсида но за счет финиша он как бы грубо говоря выровнялся и перебил его неплохо водится так 15-6 там торнер у нас здесь 15-8 фарастахэм фарастахэм перебил по-моему на 60 где-то да хороший гб так и здесь хорошо повернул и финиш да неплохо ну как как все так скажем на предыдущие с гб все хорошо очень хорошо везде повернул торнер на 200 перебил точнее там сотку можно сказать на 150 по моему делу очень хорошо повернул использовал по-другому ракеты даже полу гб там сделал здесь заски мило здесь хорошо очень повернул в этом основной плюс рот немножко другой на самом деле тот рокет в рампу был не самым эффективным потому что всего 200 ты с него выжил вот если бы ты сделал кб с этого ракета брампу да да это было бы круто так ну да в любом случае молодец то что роут отличается от остальных значит сам придумал сам сделал реализовано очень даже неплохо и финиш очень классный так что заслуженно 3 4 5 6 место и марк перебиваться димарк до последнее время на рокетах очень даже хочу поднялся 200 сделала торнера я надеюсь у меня там все пишется и микрофон слышно да все вроде бы неплохо так но ее 1600 и здесь завернет завернет из 4 за ну тут как у всех ну старт очень сильный старт очень сильный здесь если сейчас повернет хорошо повернул победил жены финиша плюс от меня сделано видели до тридцатку очень классно очень круто этот плюс в основе за то что скорость была почти такая же но спейсинг из-за того что скорость была меньше на определенном промежутке ну короче ля 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 тополя все в любом случае кро-со-ва and city to кроссово you know you are кроссово и так пузик перебил на 300 марка посмотрим что я сделал пузик вот там дятелку это играет прикольно так 1600 я уже не удивлюсь здесь тоже достаточно неплохо но и иуда ладно офигеть нормально нормально очень классно первую часть пришел на 2 конечно со спейсингом не повезло но очень круто третье место большой-большой молодец поздравляю пустя с бронзой пути фрукти 14 9 передал пузико на 200 забирает серебро давайте посмотрим что у него но роут скорее всего точно такой же просто на финише побыстрее либо ну и где-то моментами дал так типа где-то тут чуть больше скорости там чуть больше скорости в основном за так и работа при 16 первый чек даже и сразу же второй минус 200 но тут чеки расставлены криво мы видели это полу кутри да и по первым дыма цп и целая сотка в конце еще за счет спейсингом да молодец молодец павук сделал про место и он дед будет 14 5 с ником файл мэн да я здесь я больше упор на этот поворот делал я там скорости поэтому меньше 1600 здесь и 1700 не очень вышло но в идеале то что какой у меня рот был насколько я помню он был очень жесткий который я не сделал там наверно чуть не мне на 13 9 будет но что есть то есть давайте посмотрим ставим с келом 05 паповые демки неплохая ракета на 800 до стрейфил тут у него траектория более прямая чем у меня более четко поэтому здесь на первом чеке сразу будет плюс ракета прямо в краешек неплохие гранд фреймы да очень даже не плохие но у кета все равно на мой взгляд самый быстрый роут кет красава тут можно было конечно получше заюзать ну кет прямо еще у него такая еще траектория сочная было если бы он финиш не засрал бы всех победил вот видите опять же как бы у сека плюс 200 да ну реализация все зависит от реализации а роботов на карте полно и можно любым роутом верно поставить хороший тайм ну и моя дамка cp не знаю что смотреть просто прошел постарался чистенько как-то пройти еще 140 тысячи шестьсот кто-то для спейсинга подворачивал и больше влево чтобы здесь сделать 1440 чтобы повернуть и здесь как рубля минус джамп сделать с гб и вот здесь также для спейсинга стрелял чуть выше для себя чтобы попасть под этот скин и дальнейшем финишировать с плюс двумя фреймами да круто вот такая была карта всем спасибо давайте я вам покажу турнирную скажем табличку там поздравляю ла 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 можете все дала вот кет пишет что его конец финиш на 300 лучше в уникой г удалить будем варианты все-таки сделал мне из разницы до правы отправлял у нас ну я к тому просто показываю что тоже пишите обязательно комментарии мы обязательно их всегда читаем с носом и димон тут очень часто как бы тоже отписывается но это основной наш сайт да и в конс поэтому в любом случае заходите посматривайте форум прикреплен старого дфру но это не так важно как можно и в комментариях тут вполне общаться но культурно отправила у нас в кутре 15 демок человек cpm 24 демки кто-то повторяется поэтому такое учился взять рейтинга плохо кто-то минус шоу и в гер плюс 3 кто меньше на и кто один плюс один рейтинга получит кто а димон челлендж 9 димон плюс один рейтинга калькулейт ну в общем то вот до марка по как мы видим 19 один день ну и добавлю такую информацию что сейчас мы очень плотно готовимся к дуэльному турниру который пройдет 22 декабря вот вот его страничка все можете зайти ознакомиться с правилами как это будет проходить где это будет проходить и так далее разделе призывая фонда а тут у нас только немножко не так посчитал да там будет еще для мапперов для лучшей карты выделено средства мы сейчас очень плотно занятые дуэльным турнирам поэтому стримов будет вообще минимально мало до 22 до 23 декабря да собственно когда вы проводиться сам этот турнир как здесь написано у нас поэтому не скучайте буду пытаться записывать для вас обзоры если вам было не слишком не шибко скучно меня одного прямо слушать запишу еще обязательно оставляйте фидбэк делайте как говорится лайки не делайте дизлайки и всем удачи всем спасибо участвуйте приходите на стримы которые будут и подписывайтесь всем пока